всем привет мне наконец-то добрались руки и снять показать вторую часть деток я в первой части 10 раз сказала что я вам покажу своего мейдер принца в 1 из 7 и так и не показал заинтриговала всех и не показала вот сегодня исправлюсь и покажу я вам тут в принципе собрала показать самые такие интересные варианты по поводу развития орхидеи моих подростков вот ну надеюсь будет интересно так первое что хотела показать не очень-то этой и 17 это сено мой красивенный розовый пилор который я снимала видео о поливе на фитиле вот хотела вам показать у него корни просохли горшок стал более сухим но там внутри еще мне кажется влаги дня на 3-4 ему хватит это вообще по-хорошему пока он не начнет там как-то испытывать нехватку влаги но это потому что у нас сейчас очень жарко поэтому сколько прошло в общем дней наверное 10 мне кажется после окончания вот когда он выпьет воду дней 10 он еще может постоять прям вот ему будет хорошо вот ну а там до недели просушка она не страшно так что вот так начну с него чтобы показать вам что с ним если ты немножко ошиблась в дате во времени я там коррекцию либо фотку вставлю общем как-нибудь сообщу об этом вам на экране но мне кажется дней 10 вот это точно вот и как видите вот это то что у него тут росло типа похожее на деточку очень сильно листик центре подрос вот ему все нравится так первый экземпляр который я покажу далее далее буду показывать и пересаженные не пересаженные в общем что с ними первым покажу pink pearl пилорик это бабуле . baby динамита если вы помните кто меня смотрит я говорила что я не совсем успела поставить бронь вернее я успела в последнем вагоне я увидела когда сбор их было очень мало и был закрыт комментарий даже я успела быстро написать продавцу и она сказала что как бы комментарии закрыты потому что нормальных растений уже нет но есть вот уценка на два листа и очень мало корней было вот она у меня дома вырастила два листочка 2 еще растит такой красивый глянцевый я ее не пересаживала как вы видите и ничего не делала ничем не поила посмотрите какие на шикарные корни вырастила и растит их сейчас это это просто заглядение даже как для взрослой орхидеи не то что для такого малыша толстенькие растущие вообще супер у меня так шею как-то утолщилась когда она дала еще два листочка в общем я в восторге мне кажется что если бы в том состоянии орхидея была выдернута и пересажена такого бы результата не было мне просто стоило ее не доставать оттуда в жаркие месяцы оставить не загонять в стресс и вот вот какой у нас результат красота жду еще лучших результатов и скорейшего цветения потому что это орхидея которая просто у меня вызывает какой-то щенячий восторг мне очень нравится фотографии садовника очень хочу увидеть ее цветение вживую надеюсь она быстренько быстренько вырастет вот первый вариант так следующее покажу следующее у меня вот такое растение и сейчас принесла тут на полив на протирание листочков не обращайте просто внимание я вам раньше не сняла меня дома не было было за городом поэтому немножко подпылила сейчас буду наводить порядке но все равно пока принесла показываю это растение на которой очень многие жалуются у многих она развалилась у кого-то она вообще не растет уже четыре года это angel voice panda я его покупала самом первом завозе если честно я не помню это мне кажется было во время коронавируса когда его покупали это было прямо капец когда мы покупалась в 17 такой крошечкой у меня вырастила дома по моему вот эти два листа если не ошибаюсь вот многих его вообще не осталось вообще он у меня рост тоже двойной посадки рядом с ним сожительствовал angel jimbo angel так пилорик пилорик очень красивый они росли вдвоем я показывала не по выдавали вот такие корни длинные вверх торчащие и я решила их рассадить эти корешочки опустить в озон для того чтобы они тут росли работали зачем они в воздухе такие длиннющие корни они успели там нарастить я тут немножко волокна подпихнула вот корни не пропали уже хорошо он нарастил неплохое количество корешков грунте не так чтобы много но опять же зная о таком себе характере этого растения я рада что вообще не есть видите тут они от шейки есть эти корешочки рассадила я их не так давно вот была жара не сбрасывать листочки то тут кстати вот с этой стороны тут видны немножко остатки этих листочков вот один по-моему ли сбросил один вот так немножко тут это наверно темно вот они у меня были посажены стандартном горшке от орхидеи вот на фитиле в твоем но вот напускали корни в воздух и я тут микоризой поливала поворачивала грибов конечно в озона я надеюсь что я не наврежу этими грибами потому что кто переживает когда видит какое-то что что-то растет да там те же грибочки орхидея своими листьями внешним видом сама показывает ей хорошо или нехорошо если у вас угнетенное растение то стопудово надо пересаживать если орхидея растит такие листочки замечательные имеет вот такой хороший тургор ничего не надо делать просто мне хотелось опустить корни вниз я считаю тоже неплохой результат она не развалилась это номер один уже супер причина и ну как бы она пытается развиваться не знаю туго думная очень немного цветение видела видела но немного по моему а не ивась показывала у нее цвела на вот кто-то еще из девчат ну а так все говорят ой моя пропала моя пропала у меня тогда еще была красная панда а вот ну вот она у меня развалилась но это я не уверена пропала бы она у меня если бы на день рождения мужа не решили проветривать комнату на очень долго уже день рождения 9 января на улице была куча снега минус 20 там почти и вот открыли окошко и она стояла там прям возле проветривания и скоропостижно развалилась вот ну а это у меня получилось сохранить расцветка такая похожая у нее с black piano с такими всякими разными интересными штучками у меня беглипчик скоро появится я заказывала от sony завтра его должна получить вот тоже таких расцветках люблю такое нравится мне вот поэтому надеюсь что ему будет хорошо ему этого домика надолго хватит потому что корней у него не так чтобы как бы сказать много следующий вариант не очень меня радующий вот но тем не менее начался прогресс тут как видите корни начали расти это у меня сзади к при он который я купила показывала вам материнское растение кобрион а это хотела продать ну короче она решила себя вести так что такое продать нельзя видите тоже ему начала уже как бы вроде ничего становиться и вот там корешок торчит где-то еще и тут видела сверху корешочек я к нему подсадила и не помню с кем он жил но я его с кем-то рассадила кто-то был по моему крупнее что ли то ли я продала его сожителя и мне нужно было подсадить к нему кого-то нового я посадила бабулетку фэритейл уши шинка ритейл до бабулетка оранжевая очень красивая вот подсадила я ее сюда ей нормально у нее были пятна я вам когда ее показывала это было не адаптированный флосеныш поэтому на меток долго растет давненько она у меня находится уже вот но нарастила хорошее количество корней поэтому я ее как я вам говорила я выбираю самого переросшего из подростков и сажаю вот там было тоже неплохое количество корешков уже листики были в росте вот единственное что не знаю это пересвет не может быть лампа у меня не мощная возможно что-то не хватает ну посмотрим сейчас или возможно скорее даже от жары вот соседу нравится тургор набрал наконец-то человек понимаете то такое были такие тряпочные листочки не очень красивые вот видите такой мягковатый но он сейчас начинает выпрямляться и тут даже эти полосочки меньше видны вот но с этой стороны это был первый листик который он там дома у меня растила он вырос не совсем да тут вот эти тоже манюсенький ну пусть пусть растет как развивается так и развивается вот уже лучше рост корней есть я надеюсь ему так понравится вот водичку я уже оставляю на фитиле вот тут вот возле стенки увидела один вот где-то еще я видела тут хоть это где-то тут ну ладно не буду я рыться надеюсь что в следующий раз когда я вам буду показывать малышей выглядеть они уже будут лучше вот хотелось бы чтобы они быстрее развивались ну конечно же цвели для чего же мы их покупаем так следующий следующий чем интересен тут не два тут три растения кто-то говорит что кто-то кого-то угнетает растут такие лопухи никто никого не угнетает я за ними слежу как только им тут станет тесно не сразу все пойдут в разные посадки это будет очень скоро я думаю что я это сделаю осенью потому что когда их сажала между ними достаточно было места свободного они все были мелкие все были в 17 мне хотелось чтобы они быстрее подросли и вот они быстро подросли вот крупные листики молодые вот растет листочек тут растет листочек них корни как видите вот такие вот с такими большими растущими кончиками им все классно это я собрала мне как-то пожить и спонтанные покупки конечно я помню я как-то заказала спонтанно от профара но там вы помните до 200 гривен бабочка грех не набрать я там набрала и дубли и трибли и мне еще я помню перепутали посыл мне положили в посылку что к 7 лишних бабочек а когда открыла коробку думаешь вообще с ума сошла чтобы она заказывала потом я начала разгребать искать фотографии они же там все с мощными названиями да все там на 5 начинаются 500 4 50 25 и ты вообще смотришь все одно и то же я начала выискивать фотки смотреть смотрю но я такое не брала там какие-то полосатые мультифлоры там двухсантиметровый цветочек думаю точно что-то не мое начала писать продавцу продавец гайда нет я говорю то у меня тут лишнее говорю ну штуки 4 точно потом начала дальше искать то я думаю и по три штуки не заказывал в общем понаходила до там было около семи десяти растений точно ну ладно пусть вот 7 точно мне кажется правило хотя вроде и больше и моих там еще было штук 10 короче как прислали коробку громадную я потом они начали так неплохо расти и я их решила посадить всех в один вазон потому что этот фестильный вазончик он немножко крупнее у него объем больше и мне хотелось сюда посадить нет вверхи да и целых три и я вам скажу что тоже не очень классно пошли расти наконец открыла посмотрите тоже на этот шикарный рост 545 бабочка это по моему такая красненькая если не ошибаюсь потом 5019 это такой черно-черно-черно-желтый белорик больше черного и 441 бабочка вообще даже приблизительно не понимаю кто это но фотку вставлю найду это что у меня еще один что ли как starfish не помню у меня были три четверки все в общем фотку вставлю не помню вот какое количество корней вы видите они со всех сторон вазончик тяжелый тоже водичку оставляю там почти допита она эта водичка вот супер мне кажется не знаю посмотрим я надеюсь будет время я вам может покажу как я их троих рассаживаю то я показывала как я пересаживаю многие жалуются что рассадить не могут покажу как я рассаживаю даже такую тройную посадку вот и они все очень подросли это прям приличный вазон это такой вазончик но наверное как 12 горшок от стандартной орхидеи приблизительно такой даже наверное в диаметре чуть чуть больше вот они тут все классно выглядят у меня наверно манхэттен который я три липс купила вот такого размера взрослое купленное растение а это детвора вот точно буду рассаживать думала продать в этот темный пилори чик мы подумаю еще может его подарю вот результат результат на лицо очень классные крупные они на 17 они очень крупные вот приложу там там такие листья уже больше вот хорошая хороший рост мне нравится следующий такой себе конечно да кто-то скажет такой себе пример это листья отпали нет болезни нет того что один на другого давит или еще что-то это все от жары вот сушили как положено нижние листочки все такое вот жду листочка с центра у меня это наверное такая единственная посадка вот ну как-то и вдвоем они стояли вдвоем стало не очень а это по-моему бич гелл если я не ошибаюсь бабочка желтая красивая а не бич санша мгл желтая красивая бабочка с красной губой крупная от сони очень мне нравится не замечательный тургор они себя хорошо чувствуют этот листик адаптационный тоже он как-то так задумавшись себя вел сначала но тоже уже видите рост пошел тут вот если б я эти корни не шорохал они бы тоже росли так как они торчат тут антенна то конечно я их задеваю к сожалению вот здесь тоже корни хорошие растущие поэтому растение не в умирающем виде но просто с листьями что-то как-то не сложилось вот буду рассаживать один из них же шпорт свел вот тут красота несусветная надо его отсадить и подарить вот вот эту растюху я посмотрю на количество корней возможно я ее в этот вазончик саму и определю так еще у меня осталось две орхидеи которые вам хотела показать это та орхидея которую я когда вам показывала сломала этот листочек вот там прямо в центре вот но она его отрастила слава богу все хорошо вот этот кусок отрос растет она тоже очень классно вот такие корни она как раз с мейдор принцем и росла вот вот эти две растения у меня росли в одном вазончике но уже видно да что они сильно переросли этот вазон так надо поливать немножко подсушила но корни тоже вы видите сколько растущих парней все нравится и данные посадки ну и по растению по наземной части собственно видно что ему все нравится он активно растет листочки листочки длинные несмотря на то что гури мать сломала этот лист вот уже прям тоже хорошо выглядит крупненько орхидей ком вот поэтому мне кажется тоже очень хороший результат как для 17 у нее прямо под хорошие листочки мне нравится вот мы в конце мой мейдор принцип покажу я очень жду цветение этой орхидеи у нас какие-то ответе что ли не знаю это орхидея сейчас пришла под другим названием вот тоже смотрите видите она хорошо развивается я пересадила мне кажется и месяца не прошло как я их рассадила может чуть больше ладно там ну пусть два месяца то возьму запаса вот она растит листочек у нее длинные классные свои листья тут я что-то поломала по моему тоже зацепила общем пришлось обрезать вот и растение большое крупное уже уже хорошенько я надеюсь что в этом сезоне зацветет мне очень хочется знать как цветут мои дети от сони и не от сони потому что пересорты пересорты занимают много места вот у меня есть кто ждет от меня орхидейки я лучше их пересажу освобожу еще больше места я прям кайфую как у меня сейчас получается свободно поливать и ставить орхидеи на подоконник а не пихать их туда ногой поэтому я с удовольствием поделюсь если кто-то не захочет быть папочка и оставаться в моем доме вот мне кажется результаты очень даже неплохие думайте сами решайте сами пересаживать либо не пересаживать либо дать растению спокойно развиваться не дергать его и потом видеть классные результаты после пересадки в общем думайте экспериментируйте попробуйте с одним так с другим так в общем надеюсь я показала свои результаты может они каким-то умозаключением и вас подведут стимуляторами я не пользуюсь у меня удобряшки японские закончились давно их нету я них не применяю добавляла я монофосфат калия результатов не увидела ну их надо наверно дольше применять его вот а так иногда продавцы мне виолетта всегда любит какой-то там антистресс еще чего-нибудь добавить вот я и пользуюсь этими удобряшками какими-то а так последнее время что-то как-то я не покупаю ну какая-то у меня там еще осталось то ли оси хога то ли какие-то водоросли надо достать и применить летом как-то не очень люблю удобрять жарко им я их чистой водичкой удобряю вот придет сейчас осень жара спадет и буду им чем-то помогать вот вот такое видео такие результаты мне кажется очень даже классные крупные хорошие растения есть на что посмотреть классные результаты когда не трогаем мы растюхи когда вовремя пересаживаем поэтому пробуйте пробуйте вот главное стараться избегать большого количества ошибок потому что когда смотришь очень сильно советуют что-то говорят что с растениями на ты а потом начинают показывать полку с реанимашками или подоконник с реанимашками у меня такого нету у меня моя орхидея на три с половиной тысячи подписчиков которая сбросила все корни уже оклемалась у меня пилор равене сбросил все корни стоит листьями в воду дал три корня уже и бабулетка желтого бегли по тоже скинула корни на бегли по даже не реагирую если честно они любят такое взбракнуть вот но тоже он не помирает он растит новые листочки новые корни в банке меня сидит закрытой системе и собственно это все мои реанимашки три штуки вот орхидеи у меня вы знаете было 210 штук и мне кажется уход у меня неплохой раз у меня так мало реанимационных растений вот поэтому так надеюсь мой опыт мои какие-то подсказки кому-то помогут больше это такой показательный развлекательный был контент конечно это не какие-то там правила для применения там или рекомендации вот еще буду рассказывать показывать что я делаю может кому-то чем-то подскажу помогу вот всем спасибо за внимание скоро увидимся всем пока пока мирного неба